Здравствуйте! Меня зовут Татьяна, и я рада вас приветствовать на канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Сегодняшний ролик о делах вязальных просто как-то зародился очень-очень неожиданно. Дело в том, что вот этот ковер, я не помню этого слова, попал ко мне совсем ненадолго, чтобы я показала, чтобы я поделилась, чтобы я похвалилась. Я обязательно это сделаю. Помните, а может быть и не помните, оставлю ссылку на ролик во времена изоляции, месяца три назад, четыре, я не могу сказать точно, как могли в эфир выходили, веселили. В одном из этих роликов я рассказала об 11-летнем мальчике, который, случайно увидев замечательные вот такие вот моточки у меня дома. А что, а куда, а как? Я дала крючок, я показала. Затянула так, как будто всю жизнь только и делала, что вязала крючком. И пусть пока это только коврики. Коврики! Начало этого коврика я в том ролике показываю. Увозили мальчонку в деревню надолго, он там сколько, ну, вот с тех пор он там. Связал он бабуленький коврик. А пользоваться-то не дает. Говорит, подожди, похвалюсь, покажу. Бабушка ничего против не имеет. Говорит, конечно, конечно, покажи учительницу, то есть мне. Она, наверное, так и не понимает, в общем-то. Не совсем учитель, просто блогер. Я хочу скорее показать, похвалиться, вернуть, чтобы уже на террасу, в которой мальчишка сделал ремонт, этот коврик положили. Умница-разумница. Умница-разумница. Такой, знаете, кабинет бабушки сделал. Плетеную такую светлую мебель, ничего лишнего. По-моему, цветок посадил, кусок зелени, это классно. Это этот коврик. Он мне говорит, когда фотографию присылал, цвета мне точно понравилась. Говорит, да не то слово. Он говорит, я вам такое же свяжу. Я вот заразился мальчишкой. Я просто, знаете, в каком-то вот ауте. В каком-то ауте. Как мне показать? Я его на обложке обязательно разверну. Хотя вот тоже мне нужно найти кусочек, где нет паласов. Этот коврик, он смотрится просто на голом полу. Чтобы не какие-то там паласы, другие ковры, еще что-то. Я постараюсь. Найду кусочек дома, положу. А сейчас вот так частями, кусками. Пряжу эту, трикотажную, мне присылал магазин «Сиреневый слон». Разных-разных цветов. Корзиночки мелькают и мелькают у меня в роликах. Мальчишенька пошел дальше. Связал коврик. И когда его заинтересовало, цвет вино, вот этот, я помню точно, моток, я ему дала. Вот этот коричневый, я не знаю. Видите, есть разница. Это вот коричневый цвет и в серединке, а этот цвет вино, вот они рядышком. Бежевый, тоже двух оттенков, или это разно. Вот этот бежевый, немножко другой. Еще все остатки, все-все-все, сюда он собрал. У меня такое впечатление, что он вязал всю жизнь. Да, есть какие-то огрехи, ошибки, он их совершенно не боится совершенно. Вот если мама его, моя приятельница, вяжет великолепно, тоже, насколько уже я ее научила, год третий, наверное, но ничего не дает показывать, боится плохих комментариев, то мальчишка, представляете, несколько месяцев не давал пользоваться, чтобы только Титаник показал в ролике. Сам пока не соглашается, но работу, в общем-то, спокойно показывает. Начал он все с квадратика. Потом квадратный коврик ему не захотелось. Он увеличил сторону, видите, столбиками с накидами с одной стороны, столбиками с накидом с другой стороны. И потом опять стал нарезать круги и в одном месте опять же сделал столбики с накидом и столбики с накидом. И получился этот коврик не квадратный, а слегка прямоугольный. Таким образом, вот от центра, если смотреть, два раза столбики, просто столбики без накида, как бы с одной стороны столбиками с накидами чередовались. И потом просто полоски винные, коричневые. Говорит, что на первый раз, на первый раз трудность вызвал краешек. Это вот рачий шаг, он распускал, вот видно, здесь не распущена, здесь распущенная ниточка. Как-то у него все не так, но он добился того, чтобы было все здорово и красиво. Вот они уголочки, считаю, все очень красиво и здорово. Цвета тоже, на мой взгляд, сочетаются, тем более, если светлая мебель, это классно. Так как бабуленьке пришлось ждать и не пользоваться ковриком, такое долгое время, кстати, он маме в сиреневых тонах связал. Потом еще в подарок связал под дорожки, что-то у нас с батареями творят. Ага, у нас опрессовка батарей. Значит, связал под старину, то есть такую дорожку-дорожку, которую в рулончик связывают. Ну, такие вот были домотканные половички. Вот он на балкон тоже. В общем, мальчишечка увлекся, при этом и боксом занимается, и на баян ходит. Умница-разумница. Так, у меня есть корзиночка, которую я с огромным удовольствием подарю бабушке, как моральный ущерб, что пришлось долго ждать. Видите, как подходит? Как подходит, здорово. У меня таких две корзиночки. Корзиночки. Я не отказываюсь. Он говорит, я вам такое же свяжу. Я не знаю, в каких цветах. Если в таких, я посмотрю, в каких корзиночках. Представляете, вот на столе стоит корзинка, на полу перед креселком этот ковер. Это же такая прелесть. Посмотрю, я не отказываюсь. Пусть мальчишка вяжет. Это же порыв души. Надо еще перевести его не на трикотажную пряжу, а на простую. Пусть еще осваивает. Но пока вот он из джута и из трикотажной пряжи вяжет. Я посмотрю, что значит. Попробую еще. Я планирую на балкончик или себе, или родителям. И связать на табуреточку еще кругленькую. Как это называется? Подкопник-то. Ну, накидушку, наверное. Накидушку. И это будет так здорово. Так здорово. Корзиночка, допустим, на рабочем столе. На полу коврик и на табуреточке. Вот. У кого квадратный, у кого круглый. Накидушка. Стильненько выдержанная. Больше ничего не надо. Самое главное, чтобы порядок был. На террасе или на балконе, чтобы был порядок. Я в восторге. Вы знаете, ковер получается довольно-таки мощным. Мощным, тяжелым. Это не какая-то тряпочка на пол положили. Это прям, знаете, так вот не свезешь. Мне очень нравится. Действительно, уют вот, да, в наших руках. Это очень красиво. Я не знаю, где он сейчас покупает сам трикотажную пряжу. Мальчишка просто заболел. В хорошем смысле слова. У меня вот в сиреневом слоне. Там же, там же можно и донышки для корзиночек приобрести. Все есть там. Оставлю я обязательно ссылку на магазин. Благодарю. Просто благодарю за такой вот. Ну, фотографию показал. Я думаю, ладно. Когда я фотографию увидела? Довольно-таки давно. Но я искренне, искренне восхитилась. Говорю, какой ты молодчина. Просто умница. Точно нравится? Говорю, точно. Я вам такое же свяжу. А пока вот бабушкин показал. Он приехал в Саранск. По-моему, к лагерю, что ли, готовится. И вот теперь мы можем спокойно бабушке все это отдать, чтобы пользовалась. Красота. Красота, мой юный рукодельник. Красота. Ты умница. Ты просто большой-большой умница. Все недочеты, они исчезнут. Просто прелесть-прелесть. Набиваю руку. И я вот кроме как умница, брава, ничего сказать не могу. Давайте в этих же делах вязальных я отвечу на два вопроса, которые ко мне поступили. Первый вопрос. Показать переход одного ряда на другой при круговом вязании. Я вот не заскриншотила, но смысл, что там место, как заметно, рукодельница. А как у вас? Ну вот, знаете, у меня единственное... Показать-то мне несложно, но я не знаю, что показывать. Вот когда начинается все вот это по кругу, Единственное место, где ряд на ряд похож, это вот, ну, где я смыкаю в круг, что называется. А дальше я уже не вижу, где этот ряд и как он переходит на другой ряд. Под рукавами это тоже... Ой, задела вот ниточку. Это тоже уже не видно и незаметно. Я не могу сказать, где у меня виден переход четко. Это в носках. Вот в носках у меня переход виден. Поэтому я на подошву всегда этот переход... Видите, прям вот на один ряд? Тут как-то все ровненько получилось. Сама не знаю как. Я совершенно не заморачиваюсь. И здесь я бы уводила в сторону. Или влево, или вправо. Вот на подошве у меня переход можно заметить, когда я цвет, например, меняю. Особенно вот здесь. Прям явно на рядочек повыше. Хотя очень много способов, как это все сделать, чтобы перехода не было видно. Я не заморачиваюсь на эту тему совершенно. В интернете, если ввести, можно много увидеть. Здесь у меня нет этого перехода. Знаете, что подумываю? Я, наверное, несмотря на то, что все-таки здесь уже связано очень хорошее расстояние, хочу распустить до кокетки и перейти на спицы 3,5. Вот не покидает меня ощущение, что надо все-таки чуть-чуть потолще. Жалко, конечно, но... Сколько здесь? Я все-таки, наверное, вот с этого момента перейду на спицы побольше. Если мне эта мысль гнетет, значит, надо реализовывать. Казалось мне сначала, что... Я же с резинки перешла, с тройки на какой-то как-то рыхло, не то. Стала вязать. Пусть кокетка будет такая, а после кокеточки, скорее всего, я перейду на 3,5. Так, хотя, видите, хотела сегодня похвалиться. Вот здесь где-то здесь мы были, а у меня уже вон сколько провязано. И еще один вопрос. По рябиновому джазу. Не один, два. Кто меня спрашивал, сколько покупать пряжи, Таня, на ваш размер. Здесь все зависит от длины. Вот у меня заканчивается восьмой моток. Не заканчивается, а в работе. Еще два у меня. Девятый и десятый. Девятый я задействую, потому что мне здесь еще сантиметра полтора провязать надо. И резинку, ну и, само собой, рукава. Они будут небольшими. Таким образом, девятый мне понадобится. Я не думаю, что я его весь использую, но девятый мне понадобится. А десятый нет. Поэтому я при своем 56-м, то дверь скрипнет. Батареи перестали. Теперь дверь. При своем 56-м я уложусь в 9 мотков. Это точно. И еще, значит, кто-то уже вяжет быстрее меня, как при коконе переходить на резинку. Я в основном, сколько вот коконов вязала, такой способ пробовала. Начну я у себя тоже с него. Подойдет он, не подойдет, посмотрю. Там буду уже корректировать. Как это сказать? Из шести петель делать четыре. У кого-то я подсмотрела. Не буду врать. Но я когда кокон изучала, подсматривала Олю Кондратьеву, Олю Сережину. Вот, допустим, я решила... Но я пока не буду еще вязать. Мне нужно вот от этих дырочек, от этих вот зарубочек еще провязать, ну, может быть, пару сантиметров. Посмотрю, я же все через примерки иду. Вчера не мерила. Резинка у меня 2х2. Здесь я тоже буду 2х2 делать без горизонтальных полосок. Полоски я оставила только на горловине. Здесь я их делать не буду. Значит, как я буду делать? Провяжу 2 лицевых, как 2 лицевых. А вот изнаночные я буду забирать 2 петли. Вот так буду делать. Из 2х петель изнаночную 1. Из 2х петель 1 изнаночную. И получилось, что было-то у меня 6 петель. Стало 4. Опять лицевая-лицевая петелька в петельку. А вот изнаночные пойду, захватывая 2. Можно, наоборот, кому удобнее лицевые вязать, да? Лицевые захватывать 2, к примеру. 2 в 1 лицевую. 2 петли в 1 лицевую. А изнаночные я вообще люблю вязать, с лицевыми манипулировать. Но здесь как-то вот они получше смотрятся, чем вот тут. Перекрест переваливать петли я не очень люблю. А вот изнаночные, наоборот, не видно. Что они так красиво, что они так красиво. Поэтому я выбрала манипуляции именно в изнаночных петлях. Хотя без разницы. Кому-то может быть удобней 2 лицевых провязать вместе одной. Потом 1 лицевую. Потом из 2 петель 1 изнаночную. И потом 1 в 1. Как вот? Ну, главное 6-4. Мне так нравится. Я умещала, сколько у меня коконов было, я умещалась. Мне так нравится. Поэтому, смотрите, с 6-4 я буду переходить на резинку. Но пока мне рановато. Я еще прям буквально, мне кажется, пару сантиметров провяжу. Вот. И вообще надо сосредоточиться. Осталось и здесь чуть-чуть, и там чуть-чуть. Скорее всего сейчас силы брошу. Выведу зеленую. Распущу. Переведу на другие спицы. Вот. И пусть у меня такой, как начало процесса еще будет. Вот это надо закончить. И, конечно же, с беленьким кардиганчиком. Тоже надо разобраться. Все уж показал. Давайте его покажу. Чуть-чуть я провязала еще рукав. Прям самую малость. В общем, я так решила. Рвану. Вот это надо закончить. Осталось-то там. Что я загадываю? Сейчас опять возьму и процесс начну. Потом надо закончить кардиган. Я пока ничего. Все. Как вам впечатление пряжи папирус? Да ничего. Ничего. У меня еще песочная есть. Хочется поработать. Мне нравится. Мне нравится. Брала в магазине Вобин. Кстати, сейчас там с 13 по 19 июля скидки. Прям вот распродается товар со складских помещений. Оставлю. Вдруг заинтересует до 50%. Я пока ничего плохого про папирус сказать не могу. Посмотрим. Потому что это вещи отдаю. Мне хочется самой что-то из папируса. Есть у меня еще такого вот бежевого, сочного цвета. Но с другой стороны, лето заканчивается. Мне бы это износить. Ну что заканчивается? Это не обязательно летний. В общем, пока про папирус ничего плохого сказать не могу. Мне пряжа нравится. Это были все дела визуальные на сегодня. Огромное спасибо за внимание. И до новых встреч, мой добрый зритель. А они обязательно будут. Вот такая вот бомба-баража. Снято. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...